Но суффикс там один и тот же она. Опять-таки, знание Брахмана, знание своей глубинной сущности. Олег сегодня в ударе. У меня сегодня с утра накачивали. Юля, как раскрутила, как раскрутила. А этот горох какой, а тот горох какой, да? А Кришна, так и вот с Карли пересекаются. То есть, я знаю, что Карли это женское божество, да? А Кришна, он тоже черный. Они как-то пересекаются или это никак не имеет? Пересекаются. Пересекаются еще Карли. Вот. У них одна и та же биджа-мантра начнем с того. Какая? Клинь. Имя, имя сына Христины. Да. Клинь. Клинь, вот. Потом, и тот, и тот, и тот. Он Кришна, она Кришна. Вот, потом там в Карли-Веласа-Тантре там говорится, что вообще это. Ну, собственно, говорят, с 10-ю махавидями вообще 10-ю ватар-Вишну одевают. Да, говорится, что Кришна это воплощение Кали. А потому что когда-то с Кали договорились, что они воплощаются как Радха и Кришна, Радха станет Шивой. Да, да, да. Но это уже народное такое. Не, на самом деле, да. Вот тут как-то. Еще хочу добавить. Она явившись как Кришна, она Йони свое, Кали, она спрятала в павлине в деревне. А помните еще историю, когда Радху застукал муж, что Йони дома пошел ее искать, а она помлонялась, значит, типа Кришна. Ну, это тоже известная история такая, да, да. Но есть еще история Калки-Куране, это пуква Курана, которая говорит чисто об Аватаре 10-й Калки. То есть, в принципе, и там как раз есть история, в самом начале, история происхождения Кали. Как вообще Кали произошел? Кали был создан Брахман. И вообще Кали, и Кали... Ну, ты демона Кали, демона Кали и богиню Кали. Нет, это мужское, это мужское мужское. Да, да, да. И говорится вообще о том, что там целая генеалогия приводится, как до Кали дошли. И Кали, извините, это результат, и вообще все его предки, это результат продукта, извините, ближе родственные отношения. То есть брат и сестра скупали в связь. Ну, это то, что называется Варна-Санскара, смешение Варна, который... Нет, это, извините, это инцест. То есть Кали появился... Ну, это инцест как в кубе, в квадрате. Вообще, все Кураны начинаются с инцеста, когда Брама больше у нас больше. Ну, изначально, в начале человечества лежит инцест, если там было всего два человека, и так далее. Ну, мне нет, интересно было. То есть это получается Кали и Вишну. Но у Кали красный язык, а у Вишну красные глаза, у Кришны. Так. А он черный. А с чем соотносится язык? Почему у Кали язык красный? Что он выражает? Ну, это нечий. Это как бы это... Нечий, блин, пахакалу. Вот. Отсекающий прошлое от будущего. А вообще язык с чем ассоциируется? Потому что у нас же сколько там, пять-шесть органов чувств, и один из них... А вот этот вкус язык, он с чем связан? Ну, с чем он связан? Во-первых, со вкусом с расой, да? Вот. А во-вторых, он, видишь, он язык одновременно, как двоякое. Он и орган речи, и орган вкуса. Таких больше двояких органов нет. Он одновременно и карментри, и гениальный андриар. Но он еще как-то связан с чувственными удовольствиями, если... Ну, вот чувственными удовольствиями, вот вкусовые рецепторы. Ну, еще она всем же переболтала, а наши демоны как дела языком. А глаза, в чем сказано? Не, ну, вы все опять в какие-то кураны видите. Во-вторых, это кураны, да? Сейчас скажи бабские кураны. Ну, она скажет, а женщины пришли бы ранее, приму, это все равно.